МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Восьмое стоило, чисто показ. Ты видела здесь брак? Большой объём работы. Если вы ничего в этом не понимаете, не лезть. Я вчера ночью не спала. Я очень надеюсь, что в 18 утра всё будет готово. Я хочу, чтобы вы не хвилювались. Стать известным и успешным дизайнером мрят трёх наших героев. Но не каждый из них понимает, что это действительно фэшн-бизнес. Я девушка блонда, и это моя профессион. Ну, наконец, сегодня дизайнеры возьмутся за голки и начнут шить свои колекции. Ексклюзивно у «Моя профессион». Показывать дефиле. Почему интересная? Я не знаю. Тут панели пропали. Троя молодых дизайнеров готуются до весняного Ukrainian Fashion Week. У-у-у! Всё, тихо. Показ, показ. Ах, чё не надели? И лишь одна из них потрапит у наступный осенний сезон моды. Одна из самых молодших дизайнеров в украинском фэшн-бизнесе. Мне уже, вот сейчас будет 19, и мне кажется, что вот, я уже ничего не успею, нужно быстрее всё делать. Створюю колекции для брендов «Ника Медисон» и «Мобиус». Амбитна и уверена в себе. У планах «Ники» – колекции детского одежда и вечерних «суколь». Надо быть психопатом, чтобы делать столько. Марина Рибалко. Век 27 лет. За освитою Марина – художник и дизайнер интерьера. Я отношусь к людям, которые умеют всё. В частности, создать колекции одежда и аксессуарей. Мне повезло. Моя работа – это то, что я люблю. Инна Игнатієвська. Вік 21 рік. Я молодой дизайнер. Для меня важно делать новые колекции. Инна получает высшую обучение в Киевском национальном университете технологий и дизайну. Захопляется творчестью Диани Дорошкиной. И за любви присвячуя почти весь час работе. Я за любви иду на работу, что-то там делаю. Сегодня в программе. Зад, получается, светится. Всё, что я делаю, там никому не нравится. Нужно много чего перерубить. Я так, я чуть-чуть передёрнула. Однак, прежде чем начать шить, большинство дизайнеров стикает с найпідступнейшим проблемой. Это пошук спонсоров, которые готовы рискнуть заради их идей. Далее моя профессион. Звідки берут деньги молодые дизайнеры на свои колекции? Главное, что это таланты, сколько, 90%? Это ежедневный, колоссальный труд, привлечение инвестиций. Ника про инвестирование своих коллекций уже подбала. Мобиус – это бренд Сендера. Это будет Мобиус Лимитед Кристаллс. Это лимитированная коллекция, которая будет только в одном экземпляре. То есть, и он полностью спонсируется. Я как дизайнер. Мои идеи, я их переношу на лист, переношу в портной, рассказываю, как тут нужно сидеть, и она отшивает. На первый взгляд, математика дуже проста. Однак, досвид наших экспертів свідчить про інших. Мода – это долгоинвестиционный бизнес. А инвесторы, спонсоры, они хотят денег здесь и сейчас. Если прошел год, а вы ему не вернули ни копейки, поверьте мне, он с вас душу вытрясет для того, чтобы получить свои три копейки обратно. А як там зі спонсорами працює ця Юлі Патренко? Як би нелегко, але допомагає те, що я створюю коллекцію для дома моди. Будинку моди Інни Ігнатєвський допомагають мені в фінансуванні, а я вкладаю свої ідеї. Так он воно що? Юлія – автор коллекції, а Інна – спонсор. Може, наші експерти розкладуть все по поличках? Раніше була фішка, каждая барышня мечтала відкрити салон красоти. Зараз нова фішка, каждая барышня мечтає відкрити дом моди своєї імені. І не важливо, яка в нього фамилия, Грищенко, Задрипіщенко, і так далі, так далі. Може, все-таки, краще триматися подалі від, на перший погляд, щедрих і турботливих інвесторів. Як для когось із наших героїнь завершилася співпраця зі спонсором? До цього ми ще обов'язково повернемося. Дякую за перегляд!